Уважаемые читатели моих книг по фотографии, и любители небольших роликов о моих плёночных или цифровых экспериментах. Сегодня у нас с вами будет небольшой ролик, посвященный широкоугольным объективам фирмы Leitz, которые монтируются на камеры Leitz серии M. У меня Leica M-A, механическая камера, которая предназначена для плёнки, и поэтому я использую несколько широкоугольных объективов. Это интересная информация для тех, кто по-настоящему занимается фотографией, а не щёлкает камерой. Поскольку, как я и неоднократно писал в своих книгах, которые вот здесь лежат, разные объективы с разными оптическими конструкциями обладают очень различной работой и особенностями, как по контрасту, так и по широте и по цветопередаче. Потому что это не только свойства плёнки, которые, известно, различаются контрастом, никаких секретов нет, широтой, то есть тональной передачи оттенков, значит, вуалью, ну и отношению к различным цветам. Так вот, широкоугольные объективы тоже подвержены этим особенностям. Вот у меня объектив 35 мм, очень известный, я о нём уже говорил, суммикрон с диафрагмой начальной 2, асферический объектив, очень хорошего качества, я бы сказал, выдающегося. С ним в паре у меня объектив другой конструкции, то есть это супер Эльмар М, у которого уже начальная диафрагма 1,3,4, то есть 3,4, достаточно слабая по сравнению с предыдущим объективом, и фокусное расстояние 21 мм. Значит, эти объективы одинаково хороши и прекрасно работают и на пленере, и в помещении. Но есть особенности. Ну вот посмотрите, объектив 35 мм, как работает в Москве. Я прогулялся по Москве и снял вот этот отводной канал в момент таяния льда. Посмотрите стонопередачу, посмотрите кривизну изображения, то есть характерный широкоугольный объектив, кстати говоря, очень хорошо выровненный. Им же я сделал снимок и уличной певице, которая зарабатывала себе на жизнь около метро Новокузнецкой. Ну и, естественно, посетил ГУМ. Как вы видите, достаточно красивое помещение, особенно изнутри. Но я поднялся на тридесятый этаж, где располагается фирма Лейц. Это удивительно, потому что на той же третьей линии, на первом этаже, располагался отдел фототоваров советские времена. И у меня в одной из книжек в Тессаре, где, кстати говоря, рассматриваю судьбу Эльмара, как клона Тессара, приведены фотографии того самого фотоотдела, с той самой точки, с которой сделан этот кадр. Только тогда там было фототовары, ну а теперь, как видите, итальянские фирмы платья различного. Я зашел и на фирму Лейц. Это удивительно, когда в ГУМе можно купить что-то от фирмы Лейц. Просто зайти и купить. Дорого, да, там мало доступно, но тем не менее. Так вот, посмотрев на эти картинки, вам становится понятно, что объектив 35 миллиметров, он, конечно, очень близок к нашему глазу. И прекрасно передает то, что мы видим. Особенно на черно-белую пленку. Но если мы обратимся к мире, то увидим сразу много интересного. Оказывается, если снять миру на пленку Илфорд Пан 100, то выяснится много приятностей. Почему? Потому что Илфорд Пан 100 работает лучше, чем Аква Фото. У нее менее драна эмульсия, меньше там включений, то есть она по качеству не полита, тут уж ничего не скажешь. Но и обладает другими спектральными характеристиками, то есть способностями воспринимать объекты разного цвета. То есть черный на мире, как вы видите, равен красному, черный почти равен синему, то есть очень близок, зеленый равен синему, а фиолетовый – желтому. Но самый слабый – это голубой фрагмент, мир. То есть, иначе говоря, его характеристики очень существенно отличаются от того, что мы видели на пленке Аква Фото. То есть, поэтому меня заинтересовало, а как же объектив другой конструкции, а именно, супер-эльмар – совершенно другая схема. Конечно, это не та схема, что была у того супер-эльмара, у того эльмара 28 миллиметров 50 лет назад. Это совсем другой объектив. Но тем не менее, а что, собственно говоря, он даст при съемке такой мир? И оказывается, что он дает тоже много интересного. Ну, черный также равен красному, зеленый равен синему. Тут все сходится. А вот дальше начинаются интересности. Черный, если при объективе 35 миллиметров равен был синему, то здесь синий слабее черного и намного. Более того, фиолетовый намного сильнее засвечивает пленку, чем желтый. А пленка-то одна и та же. То есть, это говорит о том, что цвета передачи даже при одинаковой пленке очень сильно зависит от конструкции объектива, о чем я многократно писал. То есть, дело-то в том, что именно эти особенности и дают нам разные картинки в изображении человека, природы или каких-то объектов. Это надо помнить, это понимать. Ну, вот посмотрите на нескольких, на несколько фотографий, сделанных 21-м объективом. Речка. Это река Москва, естественно. Пробка на набережной, на Кремлевской практически. Ну, и, соответственно, еще портретик, сделанный очень неудобным для этого объектива. На открытый, к тому же, диафрагме. Но самое сладкое я приготовил под конец сегодняшнего небольшого ролика. Это уникальный объектив, который называется Summaron M с начальной диафрагмой 5,6. Кажется, что это чудовищно. Вот он. Он очень маленький. Если его вывернуть из крышечки, то он весь вот такой. Всего-то навсего. То есть, это действительно уникальный объектив фирмы Leitz. Почему? Потому что здесь нет никаких асферических элементов, ничего такого. И диафрагма 5,6 начальная. Но зато фокус 28 миллиметров. То есть, этот объектив идеально подходит для помещений и ландшафтов. Но сделан он настолько качественно и настолько, скажем так, использованы пересчитанные, судя по всему, схемы, что вы можете посмотреть на картинку, которую я сделал просто при его покупке. Я так вдохновился, что тут же сделал фотографию. Обратите внимание, он работает прекрасно против света. То есть, когда у вас линейчатый спектр люминесцентных ламп, а сзади бьет в окно сильный дневной свет. И там, за окном, кстати говоря, здание прорабатывается. То есть, объектив очень интересный. Более того, выйдя на улицу, хотя уже и смеркалось, я получил тоже райское наслаждение, поскольку я смог сделать портрет объективом 28 мм, ростовой. И вот посмотрите, что из этого получилось. Как видите, это чудесный объектив, в том числе и для таких целей. Ну и слегка увеличенное изображение. Как вы видите, он обладает непревзойденной пластикой. Ну, дальнейшие опыты еще предстоят. Тем более, у этого объектива есть чудненькая бленда, которая фиксируется специальным винтиком на нем, что делает его особенно привлекательным для работы, поскольку она глубокая и очень эффективная. Я сам люблю делать такие бленды, ну, из разных подручных материалов, типа тубусов из-под коньяка. Таким образом, у меня в руках сейчас три объектива фирмы Leitz. Они отличаются все прекрасными техническими характеристиками, но они разные. Разные оптические схемы, соответственно, разная цветопередача, разный контраст, разная широта и совершенно разные будет в финале вуально пленки. Ну, а эту пленку тоже могу порекомендовать Ilford Pan 100, намного лучше моих предыдущих пленок. Она менее испорчена, скажем так, неаккуратным поливом, но и обладает довольно интересной широтой. Вот вы можете посмотреть еще раз на портреты, которые я сделал этими объективами. Хочу пожелать вам получать удовольствие от широкоугольников такого уровня, хотя эти удовольствия трудно не получить. И следите за тем, что у вас получается, поскольку и пленка, и объективы в таких сочетаниях могут давать очень неожиданные результаты. Будьте внимательны и тщательно анализируйте то, что делаете. Только детальный анализ своих предыдущих результатов позволит вам получить в будущем лучшее, что очень важно для самообучения фотографии. На чем желаю вам удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok